Щелковский район развивается, в том числе и все поселения, благополучно. Курсом губернатора ключевые тезисы ежегодного обращения главы региона Андрея Воробьева к жителям, с которым он выступил 29 января, стали темой встречи с сельчанами в Виндвежьих озерах. За пять лет работы команды губернатора поселения сделало рывок в социально-экономическом развитии. Восстановлена инфраструктура некогда закрытого гарнизона «Новый городок», отремонтированы дороги, коммунальная инфраструктура, построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В этом году будет открыта пристройка к Медвежьозерской школе. По сути, еще одно современное образовательное учреждение. Есть скептики, а вот я оптимист, которые говорили, что в школы не будет, что ее обещали 10 лет назад и 40 лет назад, но школа стоит, вы ее видите. Вы не видите, может, темпы работы, потому что темпы уже идут внутри. Внутри монтируется отопление, ведутся штукатурные отделочные работы. До 2021 года в городском округе Щелково и его населенных пунктах построят 9 школ для 5000 ребят. Завершено проектирование второй школы на 550 мест в том же новом городке. Ведутся согласования по выбору земельного участка. Обсуждая ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая пятилетка Владимир Канахин обратил внимание на развитие социальной сферы в Медвежьих озерах. За три года здесь практически решен вопрос предоставления мест в детские сады, построенные дошкольным учреждениям. Ну а на месте бывшего ДК в новом городке в скором времени появится физкультурно-оздоровительный комплекс. ФОК будут строить на внебюджетные средства. Власти ищут надежного инвестора. В поселении обеспечено спортивными сооружениями стопроцентное. И желание развивать игровые виды спорта напрямую зависит от состояния экономики конкретной территории. Большое внимание уделяется развитию массового спорта и вообще детского спорта. Строится очень много объектов, очень много площадок. Они доступны. Единственное, что может быть какие-то пожелания больше строить, каких-нибудь социальных этих площадок, чтобы больше народ туда ходили бесплатно, будем говорить. Или за чисто символическую плату. Я думаю, что это возможно. Это не то, что возможно, это нужно делать. В этом году в Щелкове будут построены зал для занятий спортивной гимнастикой у Центра «Романтик», Центры водных видов спорта «Щелково-7», бассейн и регбийный стадион в Монине. В 2015 году я от нового городка участвовал в программе губернатора по реконструкции военных городков. И стал общественным представителем при губернаторе. Сейчас не новый городок, а сказка. Многие могут военные городки просто-напросто позавидовать. Мы на этом не остановимся. Ещё много задач, много пожеланий жителей. Памятным моментом встречи стало вручение почётному гражданину Медвежьих озёр Людмиле Быковой почётного знака ветеран комсомола Щёлковского района. Много лет Людмила Павловна работала врачом Медвежьей озёрской амбулатории. У неё на приёме побывали почти все жители из окрестных деревень. На лучших традициях прошлого и последних достижениях строятся идеологи лидерства подмосковного региона. Михаил Налётов, Игорь Поляков. Телерадиокомпания Щёлково.